Славному подвигу нет забвения, помнят в Михайловском районе события почти 80-летней давности. А в этом году в городе боевой доблести 77-й раз отметили годовщину освобождения города и района от немецко-фашистских захватчиков. Таких, кто остался бы в стороне от памятных мероприятий, в Михайлове не было. Съемочная группа Михайлов ТВ заглянула на огонек в местную организацию Всероссийского общества слепых, где в теплой семейной обстановке состоялась тематическая встреча членов общества с работниками районной библиотеки имени Александра Сергеевича Пушкина. Сегодня к нам пришли наши дорогие гости, как всегда, они уже наши, поэтому мы очень рады. Я надеюсь, что постоянно у нас будет дальнейшая работа. Дорогие мои, я хочу, во-первых, поблагодарить вас за этот год. Они нам очень много сделали хороших новостей, многое рассказали о городе, о православии, обо всем на свете. И так это приятно. Вот зря, конечно, многие люди, что болеют, поэтому не ходят. А так очень приятно послушать, сколько они нам сделали добрых дел. И поэтому я вручаю благодарственное письмо. Она директора Алявию Ольгу Юрьевну и также коллектив. Благодарим за то, что они нам активно работают с нашим обществом. Я надеюсь, в дальнейшем у нас будет такая же доброжелательная атмосфера. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, надеюсь. Множество интересной литературы посвящено героическим дням 1941 года. Все они хранятся в фондах Михайловской Центральной районной библиотеки. С этими книгами можно познакомиться, узнать из них много нового и интересного. Линия фронта подошла к Рязанской области через пять месяцев после начала Великой Отечественной войны. Например, о том, как осенью и зимой 1941 года на Михайловской земле шли ожесточенные бои. Именно через Михайлов немцы рассчитывали прорваться к Москве. В ноябре Михайлов был взят фашистскими войсками, однако его оккупация не продлилась и двух недель. После начавшегося контрнаступления под Москвой советские войска вышли к Михайлову. 7 декабря отбили город у врага. Это была одна из важнейших побед первых месяцев войны. Она положила начало контрнаступлению советских войск под Москвой. Михайловцы помнят, что в боях за Михайлов погибло более 300 человек. Все они похоронены здесь же, в 12 братских могилах. На полях сражений Великой Отечественной войны за 4 года оставили своей жизни около 9 тысяч жителей Михайловского района. 10 Михайловцев удостоены звания Героя Советского Союза. Четверо стали полными кавалерами. За начало ноября 1941 года регуляренных войск в городе практически не было. Для непосредственной его защиты 12 ноября создали Рязанский добровольческий рабочий полк численностью около 2 тысяч человек. Во второй половине дня 28 ноября 17-ю танковую бригаду и штаба обороны Рязани пришло распоряжение взятия Михайлова. В Михайловской местной организации Всероссийского общества слепых ежегодно вспоминают о тех далеких днях. В памяти павших будем достойны. Наталья Бостракова, Александр Каратаев, Евгений Бостраков. Специально для Михайлов ТВ.